Эстетика в разрезе с Ольгой Засиевым Этого центра Постоянный участник и спикер Moscow Breast Meeting Ольга, у меня такой вот личный вопрос Я потому что когда пришла к папе и сказала Что я хочу быть хирургом Он как-то на меня посмотрел Очень недоброжелательно, прямо скажем И сказал, что это не женская профессия в медицине Вот почему вы выбрали хирургию? Все правильно, папа сказал Это не женская профессия Потому что, да, это очень тяжело Сочетать семью Работу То есть здесь должен быть такой Все время баланс И близкие должны понимать специфику работы Если этого нет, то приходится Придется чем-то жертвовать Может быть, не знаю У меня так сложилось, что это получилось Потому что достаточно большое количество времени Я провожу на работе То есть здесь и специфика работы То есть ты должен находиться в операционной Плюс руководящая должность предполагает Организационные еще моменты То есть придя из операционной Надо еще подумать, как сделать так Чтобы все работало И работало лучше Вот у меня сложилось так Посоветовала ли я бы кому-то? Наверное, нет То есть это надо определенные, наверное, еще и черты характера иметь Чтобы выдержать Неожиданный ответ Потому что я сейчас наблюдаю Сейчас примерно Если раньше мы когда собирали ординаторов То раньше было больше мужчин Как-то в ординатору по пластической реконструктивной хирургии Шли в основном мужчины Сейчас, когда мы собираем ординаторов Это примерно 50 на 50 И очень много девушек Молодых, интересных Поэтому вот, Ольга, какой им дать совет? Потому что все-таки я считаю, что женщина Она, конечно, должна быть в семье счастлива Вот как этого добиться? Надо заниматься любимым делом И тут надо понимать Что если ты хочешь в хирургии Достичь каких-то определенных высот Надо будет тратить на это время А семья? Я имею в виду, что надо какой-то баланс создавать А вот такой вопрос А можно ли найти вторую половину в операционной? Вот этого точно делать не нужно, мне кажется Очень тяжело Ну вот, не из своего опыта А из опыта своих коллег Когда муж с женой работают вместе Мне кажется, это не... То есть это тоже не рецепт? Ну то, что я видела, да Вот, у знакомых Это не было каким-то счастьем Потому что ты проводишь... Конкуренция? Не, ну и конкуренция в том числе, да То есть, и тем более, если вы работаете в одной специальности Тут волей-неволей будет конкуренция Ты проводишь там в течение дня Время, да, со своим супругом Придешь домой, а там ты сидишь, да? Как в песне Вот, это, конечно, не настраивает на романтизм То есть секрет заключается в разносторонности интересов Да В увлеченности и в правильной комбинаторике И в любви То есть, если твой партнер тебя любит Он тебя будет принимать такой, какая ты есть Мне сложно советовать кому-то идти в мою специальность Не всегда это так может сложиться Вот, и девочки идут Но многие девочки у нас заканчивают ординатуру Потом, когда начинается семья, дети появляются Очень сложно это все совмещать Ну хорошо, если мужа можно не брать из операционной И можно взять из любого другого направления То как же быть с теми мужчинами, которые работают в операционной? Они же тоже, наверное, воспринимают женщину как конкурента Как изначально более слабую особь Или такого нет сейчас в медицине? Всегда это есть Мне кажется, это в любой специальности есть В хирургии тем более это есть Но моей задачи никогда не было доказать Вот я, смотрите, я могу вот это вот Подвиньтесь, я вот так могу Я как-то вот занималась своим делом И занимаюсь И все получается, как мне кажется, пока Здесь уже наступает, наверное, какой-то момент уважения Со стороны коллег Потому что результаты есть Достойные, я думаю Просто, когда я работала в больнице У нас, естественно, терапевтическое отделение И у нас тоже есть определенная иерархия И старший товарищ, он всегда помогал И подсказывал младшему То есть, в принципе, априори Руководитель отделения или профессор Он знал больше и всегда мог тебя направить В хирургии точно так же? Ну, конечно Но здесь сейчас Такой получается некий симбиоз У старшего поколения есть опыт У молодого поколения есть какие-то Вот новые взгляды И что они хотят привнести И вот сочетание вот этого опыта И возможности применения чего-то нового Оно и даст хороший результат То есть, когда мы взросли И мы становимся старшими Нам нельзя, как во многих коллективах бывает Что молодняк там держат, пока они не перезреют Это тоже не ведет к развитию То есть, и молодые должны принимать участие в процессе И что-то должны применять И старшее поколение должно тоже впитывать сегодняшний день А молодые должны иметь уважение к опыту Потому что есть моменты, которые только из опыта Приходят, из практики приходят к тебе Вы являетесь профессором кафедры Пластической реконструктивной хирургии Университета Дружбы Народов Да, Институт повышения квалификации Да, а вот скажите, пожалуйста Что тогда должно Вот о чем должны думать ваши студенты Что вы им посоветуете Как вы им посоветуете построить свою жизнь Чтобы им было интересно И чтобы они достигли какого-то результата Потому что я считаю, что в медицине Каждый доктор должен достичь определенного результата Потому что от этого зависит жизнь пациента Сейчас получается такое время Что и многие студенты Они не всегда на бюджете учатся Есть студенты, которые учатся платно И основной момент, который хочется сказать Если родители или так сложилась судьба Что у них есть возможность учиться Они должны учиться Пока есть это время для них Пока они учатся в университете Потому что все мы прекрасно знаем Что хочется и погулять Да, все мы это все проходили На учебу всегда нужно оставлять время И второй основной момент Который сейчас вот страдает у многих То, что есть поглощение информации И из многих источников получают студенты Книги, интернет и так далее Но возможности применять пока У них не возможности даже А способности применять эту информацию нет То есть, с одной стороны И бояться сказать, что это правильно, неправильно С другой стороны Нет четко сложенного анализа в голове Вот этой всей информации Просто на каком-то этапе Это касается медицинской специальности Ты остаешься один на один с пациентом Ты уже ни у кого не спишешь Ты в интернет не посмотришь Ты просто будешь стоять И тебя попросят Лечи Поэтому основная задача не то, что получить эти знания А уметь их потом применять А как этого добиться? Вот те ребята, которые приходят к нам в ординатуру У нас так построены занятия И в процессе операционной Все время в диалоге мы находимся То есть надо все время проводить так тему Чтобы студент-ординатор Он думал, для чего мы это изучаем Сам процесс, как это происходит Почему развивается там раковая опухоль Какие можно применить техники Не просто мы их применяем Потому что так хочется А на основании чего-то Всегда должен быть анализ То есть вы их все время тестируете в процессе Мы не тестируем Мы больше даже в беседе Вот эти моменты все проговариваем Чтобы это откладывалось в голове Чтобы когда он остался один Он смог спокойно принять решение А скажите, пожалуйста Вы вот видите из группы Что вот этот добьется успеха Из этого получится Хороший хирург А вот этому лучше уйти Из медицины И заняться чем-нибудь другим Ну тут даже, да Можно так сказать Что уже видно, кто останется в профессии Вот из тех ребят, которые приходят А видно те, кто не останется Потому что останутся те Которые готовы будут пройти определенные трудности Становясь врачом, хирургом Ты же не всегда окажешься на том месте Где будет та зарплата, которую ты хочешь Ты можешь оказаться в скорой помощной больнице И так далее Вот, и не все это выдерживают Вот из моего класса Лицея, да У нас несколько человек Все мы поступали в университеты медицинские Там второй мед, первый Вот в Рудене я училась Остались, вот у нас всего пять человек Кто остался именно в медицине Остальные все ушли Вот несмотря на то, что все планировали быть врачами Но это естественный, мне кажется, отбор В нашей специальности А с чем это связано? С тем, что мы смотрим сериал Склифосовский И нам кажется, что это все так весело Красиво, романтично, любовь Это одна из причин, что кажется, что это будет так Но в основном это рутинная работа Это ежедневная, рутинная, тяжелая работа Медицина, хирургия Но еще и эмоциональная она тяжелая Эмоциональная, если это онкология А почему вы выбрали онкологию? Я вот этот вопрос мне задают Я не могу сейчас У меня нет, скажем так, какой-то вот причины Почему я выбрала У нас было обучение Когда еще шестой курс Были циклы И вот пройдя через цикл по онкологии Почему-то у меня вот отложилось Или как-то там внутри переключилось Что именно этим я хочу заниматься До этого я собиралась в аспирантуру На кафедру биологии и молекулярной генетики И мне это очень помогло Потому что у меня, в общем-то, моя кандидатская, докторская Были связаны как раз с генетически обусловленным раком молочной железы То есть как-то вот так все То есть глубокие теоретические знания Перешли к практическим навыкам А скажите, пожалуйста, тогда Какое будущее у онкохирургии молочной железы? Вот на ближайшие пять лет Ну, во всяком случае, на сегодняшний день онкохирургия останется Потому что в течение пяти лет Что будет дальше с учетом развития лекарственной терапии Пока неизвестно Может быть, хирургия не будет требоваться Но пока мы будем востребованы Но все равно сохраняется тенденция к реконструктивной хирургии Она и будет сохраняться, будет увеличиваться число пациентов В котором будут выполняться эти операции Опять же, применение органно-сохранных мешательств Оно как было в тренде, так и будет С учетом применения и лучевой терапии И внутритканевой лучевой терапии Поэтому, наверное, пока вот на таком уровне это все будет Ну, то есть ничего нам пока не прогнозирует уменьшение рака молочной железы? К сожалению, уменьшение пока не прогнозируют Но тут увеличение этого числа Оно еще связано с таким моментом, что улучшилась диагностика этого заболевания На более ранних стадиях? Да, на более ранних стадиях Поэтому общее число, конечно, выявляемости, оно большое Но мы регулярно, и на наших сайтах, и я на своей странице И на всех конференциях, где участвую Мы всегда говорим женщинам о том, что нужно регулярно проходить обследование Болит, не болит, чувствуешь что-то, не чувствуешь После 40 лет, раз в 2 года, обязательно маммография Потому что, когда уже болит или когда уже что-то чувствуешь Значит, уже процесс зашел до определенного какого-то момента Уже будет сложнее Как вы считаете, а какую нужно провести популярную, может быть, или популярную передачу какую-то Или какие нужно сделать действия для того, чтобы увеличить узнаваемость такой большой проблемы И повысить количество пациентов, которые придут на преддиагностику, на профилактическую диагностику? Ну, это вот в любых, я не знаю, наших медицинских передачах, да Мне кажется, регулярно надо напоминать нашим женщинам о том, что нужно проходить эти обследования Те, которые идут на федеральных каналах Потом, ну, я думаю, что вот все, многие хирурги, которые сегодня здесь выступают Во всяком случае, вот на их страницах Все время регулярно проходит эта информация о том, что там Нужно проходить обследование, нужно скрининг выполнять и так далее Эстетика в разрезе Вы принимали участие в программе, которая сегодня идет на Москва Брестмитинг Расскажите, пожалуйста, какие тенденции сегодня существуют в реконструктивной хирургии молочной железы? Что интересно вам и что интересно должно быть всем остальным, кто хочет стать специалистом в этой области? 20-й год, он был сложный для работы И сказать, что какие-то появились такие вот новинки за прошедший год невозможно То есть есть тенденция к формированию каких-то новых техник Но какого-то такого прям вот бума за прошедший год пока не случилось Вот, программа в целом интересная, потому что хирурги совершенствуют свои техники Представляют уже какие-то отдаленные результаты В этом плане очень интересно посмотреть на итоги предыдущих каких-то работ, которые проходили Мы будем обязательно демонстрировать тех пациентов, которых мы прооперировали на предыдущих мастер-классах Для того, чтобы показать результат Потому что у нас была одна дискуссия, вот буквально сейчас в самом начале Мы записали одну интересную операцию Достаточно базовую замену импланта и экспандера на имплант И у нас были дискуссии давать, не давать, что это банальная операция Но вот я считаю, что в хирургии банальных операций не бывает Вот какое ваше мнение? Ну, так оно и есть Вот мы, допустим, у меня сегодня будет доклад В принципе, техники, да, при пекторальной мастектомии известны Но есть определенные нюансы, которые мы, скажем так, за прошедший год-два наработали И вот сегодня будем этим делиться То есть все равно хирурги, проходя через наш конгресс, получают что-то новое Может быть, не глобально бывает, что какие-то темы, да Потому что мы, в принципе, все делаем одни и те же вещи Но какие-то фишечки мы каждый раз забираем отсюда Вы первая и, наверное, на сегодняшний момент единственная Кто возглавил и создал такую, как бы, структуру, как институт груди Или как это правильно назвать, чтобы вот донести Я работаю в федеральном учреждении, государственном, российский научный центр рентгенорадиологии И мы создали два с половиной года назад клинику комплексной диагностики Лечения заболеваний молочной железы Сюда входят четыре подразделения Это диагностическое отделение Отделение реконструктивно-пластической хирургии и онкологии И кабинет медицинской реабилитации Дневной хирургический стационар, где мы проводим хирургические вмешательства При доброкачественных образованиях Уникальность этой клиники оказалась в том, что мы в рамках одного структурного подразделения Можем провести нашего пациента от этапа диагностики до реабилитации На сегодняшний день мы видим результаты нашей работы Потому что пациенты, проходя через наших докторов, наше отделение Они отставляют положительные отзывы Увеличился поток пациентов к нам Потому что они, скажем, в течение нескольких дней Могут получить комплексное обследование по заболеванию молочной железы И тут же хирурги принимают решение, нужно ли оперировать или не нужно и так далее Насколько часто они принимают решение делать реконструктивную операцию на молочной железе И насколько часто они обращаются именно для реабилитации Вот как происходит этот процесс в хирургии, я могу понять Согласился на операцию, сделал, я не знаю, мастектомию А вот дальше вопрос, приходится их убеждать Или они приходят уже подготовленные и сами говорят, мы хотим реконструктивную операцию Сейчас тенденция такая, что пациенты в основном желают сохранить форму молочной железы Поэтому мы предлагаем варианты либо органосохранного лечения, если это возможно Если это возможно, исходя из стадии заболевания, исходя из конституциональных особенностей женщины Сопутствующей патологии Если это все возможно технически, то мы, конечно, вместе с пациентом желаем сохранить форму Либо это органосохранная, еще раз повторюсь, операция Либо это реконструктивно-пластическая с использованием имплантов или экспандеров Они часто обращаются за помощью? Сейчас, да, женщины сейчас много знают, что это возможно Они уже приходят с желанием выполнить операцию Только вот удалите мне рак, вылечите меня от рака, а дальше я буду жить как получится Это более, скажем так, уже возрастные женщины, которые уже не хотят сохранять орган Не видят в этом необходимости И уже больше у них онкологическая настороженность А пациенты, как они к вам попадают? Вот у вас есть какой-то, за вами закреплен какая-то область какая-то Или Москва, или к вам могут прийти ехать пациенты из любых городов и регионов России Это Москва, это и другие регионы России Нет закрепленных онкодиспансеров, такого у нас нет То есть пациенты, ну, знают, кто-то уже про нас знает Потом у нас в рамках нашей конференции, которую мы проводим, есть и школа для пациентов Там как-то, в общем, через эти каналы проходит информация Недостатков пациентов у нас нет К сожалению, да, потому что основной, конечно, контингент Это пациенты с диагнозом рак молочной железы Но они уже приходят с диагностированным раком? Не всегда, нет То есть это примерно половина процентов диагностированы Половина они обращаются с какими-то изменениями И уже диагностируют в рамках вот у нас диагностического отделения Вы много посещаете различные зарубежные мероприятия И как бы наша задача, когда мы обращаемся к вам с просьбой помочь нам в написании программы Конечно, соответствовать международным уровням Потому что мы считаем, что наши доктора соответствуют международным уровням И нам хочется, чтобы наша аудитория росла и развивалась вместе с тенденциями европейскими и мировыми Что вы можете сказать по поводу нашего мероприятия, которым вы будете выступать с докладом И аналогичных мероприятий, которые проходят в Европе и в Америке? Ну, я хочу сказать, что вот наше мероприятие, оно одно из лучших Всегда оно было То есть марка достаточно высокая И посещая другие конференции По уровню и профессиональной подготовки докторов Я считаю, что мы на высшем уровне И многие, я знаю, что доктора заранее планируют всегда Ну, то есть наши доктора в нашей стране планируют приезд сюда специально, чтобы поучаствовать в этом Ну да, особенно сейчас после ковида Всем охота Все засиделись, всем охота пообщаться Я всегда восхищаюсь, потому что сама сталкивалась с организацией этих мероприятий, проведения конференций Это достаточно большая работа И вы прям молодцы Ваша команда Спасибо Всегда восхищаюсь вами Спасибо большое Ну, я думаю, что на самом деле это точно так же, как просто нам кажется, что вы работаете в операционной Вам кажется, что вот мы тоже, так сказать, с легкостью все это выполняем За этим тоже стоит большая работа, так же, как и у вас, так же, как и у нас Ну, а потом вы такой человек, что вокруг вас собираются еще такие люди, которые, ну, то есть принимают приглашение Я тоже их люблю Да, и вы их любите, поэтому все так складывается Мне очень нравится, вот моя задача, как я себя вижу, чтобы продемонстрировать, что мы на очень высоком уровне И мне кажется, что вот это удается, получается, потому что все всегда, вы понимаете, они бы, у нас хорошие всегда отношения И я всегда привожу большие группы докторов Мы всегда с удовольствием приезжаем на эти конференции и к Нави, и к Джуми И единственное, что мы еще не доехали до Денис Хаммонда в Америку Ну, там к нему надо, наверное, на семи оленях, поэтому это вот как бы план И, как бы, но они бы никогда не приехали бы к нам, если бы у нас не была такая замечательная аудитория Которая очень хорошо все воспринимает, как губка, впитывает, задает очень много вопросов И такая, в общем, как они всегда сами говорят, очень благодарная аудитория Больше того, хочу сказать, вот сейчас мы продавали Навовское мероприятие, которое было в декабре И у него получилось сейчас, ну, онлайн, и онлайн, конечно, это все-таки достаточно все очень сложно И слушать, и участвовать И вот он сказал, у нас больше 80 человек из России Я понимаю, что ему было очень приятно, что из России было 80 подключений То есть гораздо больше, чем из Европы, гораздо больше, чем из той же Италии Поэтому я хочу сказать, что вот мы завоевали свое место в этом рейтинге Это абсолютно точно Да, и мне кажется, что мы очень хорошо в эту тусовку вписались Поэтому вот я считаю, следующим шагом, это когда мы будем выступать вместе на международных конференциях Они будут приглашать вас, как спикеров, для того, чтобы вы могли рассказать Потому что я считаю, что у нас огромный опыт Да, мы идем, может быть, своим путем Может быть, у нас нет такого количества операций, которые они выполнили в Европе по реконструкции молочной железы Но однозначно у нас есть свой опыт и свои... Я думаю, что у нас гораздо больше опыта по реконструкции молочной железы 3-4 стадии, чем у них Потому что у них диагностика уже давно на хорошем уровне Но все равно 3-4 стадии тоже нужно лечить Я думаю, что здесь у нас гораздо больше опыта накоплено, чем у них И мы можем похвастаться Эстетика в разрезе С Ольгой Засеевой